В первые выходные после открытия новой лестницы на Таргашинский хребет на улице Базайской случился настоящий транспортный коллаб. Стихийная парковка растянулась на пару километров. До входа в лагерь Гренада еще километры, но люди оставляют свои автомобили на обочине и просто идут до новой лестницы пешком. Жалобы на проблемы с проездом на Базайской стали поступать в нашу редакцию спустя пару дней после открытия лестницы. Уже в пятницу движение по однополосной дороге было затруднено из-за оставленных на обочине автомобилей. Вот улица Базайская. Вот начинается у нас вот такое вот чудо здесь. Мы же аварийку включили, значит предостерегли. Вот так выглядит улица Базайская. Догадайтесь, что будет твориться в летний период, в выходные. Это просто улица Базайская, проезжая улица, достаточно с насыщенным трафиком. К выходным ситуация усугубилась. В субботу на Базайской образовалась пробка. Некоторым автомобилистам приходилось несколько километров сдавать задом. Развернуться на узкой трассе просто не получалось. Короче, едут задом, потому что развернуться нереально. С чем связан такой транспортный коллапс, понятно. Большой интерес к лестнице привел к тому, что сотни красноярцев одномоментно решили посмотреть на новую достопримечательность. Однако небольшая парковка около лагеря Гренада просто не рассчитана на такое количество посетителей. А вот, собственно, и сама парковка. Она рассчитана на 20 машин. И понятно, что, конечно, ее бы не хватило для того ажиотажа, который здесь образовался в первые выходные. Но, к слову, об этом красноярцев предупреждали заранее и предлагали добираться сюда на общественном транспорте. Тем не менее, как говорят красноярцы, 37-й маршрут, специально продленный до Гренады, периодически ходит с перебоями. В выходные автобус и вовсе переполнен. В автобусе теперь здесь потвориться. Супер поездка вообще. Вот, прежде чем вот это делать, нужно сначала пустить транспорт, сделать все стоянки, а потом уже людей сюда запускать. Плохо уехать было очень. Плохо вообще. Полный витком автобус. Надо побольше, чтобы автобусов было. И автобус побольше. Народу очень много. А вы как сюда добирались? Ну, на машине. Пришлось оставить на обочине, правильно? Ну, конечно. Конечно. Народу очень много и машин много, мы не знаем. Ну, а если вот автобусы бы пустили почаще, это было бы лучше. Мы бы на машинах и не ездили. На автобусе. Надо отметить, что сегодня на подъезде к новой лестнице дежурили сотрудники ДПС. Они контролировали дорожную обстановку и разводили транспортные потоки. Но заторов все равно избежать не удалось. Руководитель агентства Батуризма Юлия Верхушина сегодня даже обратилась к красноярцам у себя в Инстаграме с просьбой отложить посещение Таргашинского хребта. Вот как ситуацию с транспортным коллапсом прокомментировали в пресс-службе агентства. По опыту открытия подобных объектов мы знаем, что ажиотаж спадет примерно в течение месяца. Автобусы не могут проехать в связи с тем, что посетители оставляют свои автомобили прямо на дороге. Мы еще раз призываем всех использовать общественный транспорт и повременить с посещением объекта. Подобные проблемы в апреле были и на смотровой на Николаевской сопке. Тогда красноярцы тоже жаловались на подъезд к площадке. Из-за плохой дороги водители оставляли свои автомобили, а люди шли пешком по грязной грунтовке. После этого смотровую закрывали на ремонт. В случае с лестницей на Таргашинский хребет красноярцам, видимо, тоже остается только ждать. Игорь Шишкин, Николай Чистяков, Новости ТВК.